Эховец Присылать к нам на сайт егбург.тв Или звонить нам по скайпу или по телефону 376-45-88 Звоните активно, как на эхо Давайте о плохом У Екатеринбургской станции юбилей А ваша станция сколько еще протянет? Как вы считаете? Еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть Не чувствуете, что обречена на радиостанции? Нет, я не чувствую это Хотя некоторые последние тенденции принятые в отношении СМИ Они заставляют напрячься Это жизнь Вы про политику, а я скорее про экономику В экономике у нас все хорошо У нас единственный год за последние 13 лет когда мы были в минусе после того, как кризис нас накрыл в 2010 году А в 2011-2012 могу сказать, что мы платим дивиденды в том числе нашему акционеру Газпрому У нас с экономикой все хорошо Спасибо рекламодателям А в регионах лучше, чем в столице? По-разному Вы знаете, это же зависит от рекламного рынка и от умения команды собирать рекламу Это вообще очень важная часть независимой редакционной политики Поэтому надо собирать, уметь деньги тогда ты и будешь вести ту политику, которую хочешь Если ты получаешь деньги государственные Ну, вот В Екатеринбурге умеют? В Екатеринбурге умеют Но это скорее нетипичная ситуация Есть регионы В Питере умеют, например В Питере плюсы Вы знаете, у нас же многие наши коллеги, наши партнеры они принадлежат не нам Они самостоятельные юридические лица Поэтому, ну... Собственно, как в Екатеринбурге дела Да, совершенно верно Да, это партнеры Мы говорим, это партнеры Поэтому мы их деньгами не поддерживаем Они нас Они вас поддерживают Они нас поддерживают информацией из регионов А вам не кажется, что вы вот в последнюю вот эту большую волну политическую Я имею ввиду протестные настроения Все вот эти выходы на улицу Немножко проиграли, например, дождю Раньше вас слушали все А сейчас половина Самая молодая, кстати, энергичная, платежеспособная Ушла в дождь тот же самый Ну и, конечно, интернет, социальные сети Вообще выросла аудитория Ну, во-первых, я приветствую тем, что существует дождь Потому что, на самом деле, несколько моих сотрудников там работает Одновременно и на их Это раз А во-вторых, мы не проиграли Наша аудитория Так же, как посещение нашего сайта Увеличилось на 20% С конца прошлого 11-го года То есть мы выиграли Может, кто-то ушел, но пришло больше В-третьих, мы соревнуемся не с дождем А с другими радиостанциями Вот еще соревноваться с маленькой телекомпанией Но это их не любить Их не уважать Им еще только вот они в ползунках Им стоит совершенствоваться Что они и делают, и слава богу Нет, наша задача была Бороться сначала с разговорными станциями в Москве А теперь со всеми Имею ввиду, включая музыкальные И по Камкону мы на первом месте По Гэлопу на пятом Среди 54 московских станций Самый основной у вас информационный конкурент Из разговорных Из разговорных сейчас, пожалуй, в первый десяток Вот если мы на первом, то в первый десяток Ходит Вести ФМ, русская служба новостей И Радио России Ну, Радио России по охвату, да? По рейтинг, по охвату, конечно Но это в Москве Потому что Радио России ходит в каждом городе А мы в 43-х Вы немножко лукавите, когда продучи в рейтинге Я всегда лукавлю Почему немножко? Я всегда лукавлю много Ну, потому что все равно соревнуетесь за внимание В том числе с интернетом Нет, не согласен Смотрите, мы не можем опережать интернет в новостях Это невозможно Ну, просто, ну, невозможно Поэтому мы сделали ставку на мнение У нас вот самая большая палитра мнений Самая большая палитра дискуссий Года три назад, четыре Я принял решение о переформатировании радиостанции Из информационной в разговорную Это мало кто заметил Потому что я это сделал мягко, так мягонько Оп, они уже там Вот, потому что с новостями Наши слушатели, мы же делали исследования Получают новости в основном из интернета У них постоянно на айфонах, айпэдах Там какие-то ленты текут, да? И поэтому радио опаздывает Но вот мнение, комментарий Понимаете, какая разница Кто первый сообщил об отставке Сердюкова Там разница в 40 секунд Но кто первый прокомментировал отставку Сердюкова Бывший министр обороны России Там такой-то Вот наша работа Ну, в сети же столько же комментариев И тем, ну, вот, человек, который уходит в сеть А там невозможно их найти Мы агрегаторы Отвечаю, мы агрегаторы Что такое сеть? Да почему? У меня есть свой личный агрегатор А где этот человек Новость какая-то важная Попадет к вам в фейсбук Если ваши френды в фейсбуке Они просто не имеют отношения к этой новости Я расскажу историю В общем, о взрыве от Эрактив Домодедова Мы узнали из твиттера Просто один из моих фолловеров Инженер Он сидел там и написал Мы первые дали только потому Что у меня был фолловер Такой, случайный Но мог быть и не у меня Мог быть и вообще не быть И тогда бы мы проиграли по новости Хотя это не важно Что мы там выиграли там, не знаю, минуту Но в принципе я просто объясняю Что мы агрегатор И, послушайте, у меня на сайте В марте месяце 3 миллиона 300 тысяч заходов в день Что вы хотите? Вот мы делаем агрегацию Мы делаем агрегацию в эфире Мы делаем агрегацию на сайте Эхо И соединяйте две агрегации Мы продаем продукт, который интересен всем Вся история Раскрыл все тайны Но в сера степень доверия Когда ты сидишь в интернете Выбираешь себе того ментора Которому ты доверяешь мнению Ты его читаешь В радио там выключил-включил Получается только такое, может быть Для себя отсеивание Ну радио-то 54 Но вы уберите себе свое радио Слушайте шансон Хорошее радио Ну нет, о мнении нет Мы же говорим о разговорном Ну слушайте коммерсанты, ФМ, Сити, ФМ, Бизнес, ФМ, Вести, ФМ Русскую службу новостей Радио России, Маяк Радиоканал Звезда Бум-бум-бум Еще наверное там где-то Радио Комсомольская правда Радио Культура Господи В Москве разговорных из 54 Ну 15 я вам уже назвал Выбираете? Выбираете? Простая проблема Хорошо в Москве, когда есть спикеры Которые, ну вот их интересно слушать А в регионе? Они согласен категорически И в Москве и в регионе Большое число спикеров немые Не умеют говорить Большое число Вот я вам могу сказать, что Депутаты в Государственной Думе 450 Ну 20 Которых можно позвать Потому что они могут мотивировать В Совете Федерации 170 Ну 6 Понимаете? Вот вам процентовка спикеров Которые могут говорить А просто блеять и мычать Неинтересно На национальном эхе Можно обсудить Проблему автоаварий На Екатеринбургском Только вот одну самую Резонансную аварию Хронометраж Тот же час Люди говорят Приходят какие-то общественники Может быть здесь значимые Соткалку говорят у нас На местном эхе Как сделать медиа в регионе Которая вот тоже опирается на мнение Нам это важно У нас вопрос Телевидение называется Вы знаете Ну вытаскиваются точки Вытаскиваются болевые точки региона И вокруг них организуются дискуссии По-моему это вполне очевидная история Я хочу вам сказать Что самое Может быть некорректное сравнение Но самые многотиражные газеты Скажем Франции Или скажем Америки Это провинциальные газеты Во Франции это Норд-Ост Норд-Ост Норд-Эст А в Соединенных Штатах Лос-Анджелес Таймс Лос-Анджелес Я думаю Что просто имеет смысл Может быть зайти Посмотреть Какое-нибудь Лос-Анджелеское телевидение Как они это делают Ну я имею ввиду региональное Почему не посмотреть Зайти посмотреть Там бельгийское Условно телевидение Где там провинция такая Или провинция сякая Я не думаю Что это какая-то загадка Просто проблема в том Что многие региональные команды Пытаются создавать федеральный контент Это ошибка Федеральный контент Делают федеральные станции Вы у нас их берите И пользуйте Кому мешает Мы же не сидим на нем Потому что в Москве Деньги сконцентрированы И все-таки повестка Она очень москвоцентричная Я не считаю так Еще раз повторю Что самые Послушайте Чем отличается житель Я не знаю Ливерпуль От жителей Екатеринбурга Он живет в провинциальном центре У него доходы меньше Чем лондонские доходы Цена на жилье такая Это дороги хуже Безусловно Мэр глупее И так далее Или наоборот умнее Значит Но тем не менее В ливерпульские радиостанции Там они слушаются А не лондонские В Ливерпуле Я думаю, что просто надо изучить вопрос Если про обратную связь говорить В Москве О нашем Екатеринбурге Свердловской области Чем мы Какими новостями Чаще всего фоним У вас Вы фоните Новостями Которые имеют Федеральное значение Сейчас вы фоните История с Оксаной Пановой Осенью Вы будете фонить Выборами В Екатеринбурге Будете быть Екатеринбург Четвертый город в России И очень важно посмотреть Как ведущие Парламентские партии Наши вот эти Положительные моменты Которые стреляются Очень администрации И не только С Экспо У вас этого нет Нет, но это идет На периферии Про Экспо Но согласитесь Что вообще Положительные новости Там Количество Удоев Молока И собранного урожая Никогда Экстрим Вот эта новость Так работает Вся новостная Лента мира Что касается Выборов Кроме масштаба Ну вот Четвертый город страны Эти выборы Еще чем-то интересны Они интересны тем Что Интересно Замерить Как Состоящие Парламентские партии Теперь соотносятся Друг с другом И как новые партии Которые зарегистрированы И имеют право Выдвигать Врываются И путают Повестку дня Это серьезная история На самом деле Я повторяю Именно потому что Это город Четвертый по размерам И здесь много населения Ну а я не знаю Какие-то персоны Которые были Десять лет назад Когда вы сюда приезжали Вроде Росили Чернецкого Я их не помню Росили я помню Чернецкого не помню Уже нет Да И сегодня достаточно Все у нас Скучно Дело не в персонах Дело в В отношении Разных политических Повесток Да Понятно что там Повестка Не знаю Партии Прохорова Отличается от Повестки Единой России Или коммунистов И это очень интересно Вот коммунисты Как левая И партия Прохорова Как партия Условно там Капиталистическая Или среднего класса Вот Вот этот вес интересен Да не важно кто победит Важно сколько Новая сила набирает Какой у нее стартовый Батер На чем они дальше Сколько людей Готовы ее поддержать Мне кажется Это интересно Это такой Праймерис На весь Россию На всю Россию Слушайте Но у нас тут Основная драка Будет между Единороссами Между представителями Их фамилии в Москве Знают только на Старой площади Как я понимаю Ну то есть не так интересно Это вообще Нет Не так интересно Потому что конечно Если это местная драка Между ставленником Губернатора И ставленником Мэрии Да Ну это кому интересно Вот в Москве Но если речь идет О борьбе единоросса С коммунистом Или коммуниста с правом Или право с единороссом Это интересно Слушайте Я не понимаю вашей логики Потому что вы Какими-то ярлыками Сейчас рассуждаете Конечно Новость это ярлык Партии не существует А новость это ярлык Они все со Старой площади А здесь настоящее противостояние Между разными властными группами Почему это не может быть интересно Это редкость для России Потому что Разные властные группы В данном случае решают Проблемы местные И почему мои слушатели В Оренбурге Условно говоря Или в Казани Да Должны слушать Обзывания разных групп Здесь или в Новосибирск Не в Москве А вот эти Не интересно Ну не интересно А я продаю интересный продукт Ну то есть Раскол в тандеме интересно Раскол в тандеме Если он есть Конечно интересен Нам стоит ути По-моему сейчас на рекламу Подсказывает нам режиссер И потом мы вернемся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы снова в студии У нас в гостях Алексей Венедиктов Главный редактор станции Эхо Москвы Сайта Эхо Москвы И даже президент телекомпании Эхо У нас какие-то вопросы накопились? Мы знаем, что Алексей Алексеевич Сегодня встречался со студентами И преподавателями Уральского Федерального Какие темы обсуждали И какие у вас впечатления По поводу этого визита? Дети замечательные Редко так бывает Чтобы в массе Простите, что я говорю дети У меня они, конечно, дети Чтобы они так Взаимодействовали с человеком Который говорит Новые, может быть, очень неприятные вещи Мне очень понравилось Со студентами Урфу Очень понравилось Правда Наукавлю Мы хотели вас спросить Про ваши проекты За пределами того Что называется Эхо У вас есть журнал Дилетант Который есть тоже в интернете Когда-то вы занимались Информационным сайтом Спортивной станцией Может, вам поднадоело Немножко Эхо Москвы? Ну, смотрите Если ты находишься На первом месте в рейтинге Радиостанции Куда дальше пробивать головой? Потолок Но надо удерживать Это другая задача Когда ты был на пятом На шестнадцатом месте Так было И продвигался вперед Вот сейчас догоним этого Сейчас вцепимся в пятку шансона Сейчас пригнем на загривы К авторадио Это задача Сейчас задача Удержать первое место Конечно, я занимаюсь радиостанцией Конечно, я генерирую идеи Занимаюсь тем Что встречаюсь с людьми Принимающими решения Для того, чтобы радиостанция лучше Но у меня действительно Есть несколько проектов Один из них исторический журнал Дилетант Другой проект Я, кроме всего прочего Вхожу в несколько советов Там при Министерстве обороны При Министерстве культуры При Министерстве, господи, образования При Мосгорсуде И мне там интересно решать проблемы Которые я не могу решить на радио И я их там решаю Я очень сильный лоббист Как казалось Хорошо, про журнал Про исторический Как оцениваете итоги? Все-таки Ну, прошел Ну, оцениваю итоги положительных Почти нет критики Причем, вы понимаете Что я эти журналы Раздаю своим друзьям В том числе и во власти В том числе и в оппозиции То есть люди там Нет, если нет критики Это значит Ничего не читают Нет, наоборот Все наоборот Нет, как говорят Говорят, слушай, как здорово Мы же экспериментируем Это не коммерческий проект Это для души Вот так же, как начиналось Эхо Москвы Это для себя любимого Для своей семьи И мы начали с тиража Три с половиной тысяч Сейчас у нас Тридцать семь тысяч Тираж За год Неплохо Уже окупаются Операционные расходы Совсем неплохо Уже сделали подписку Которую Вы можете подписаться Здесь или в Чикаго Неважно Мы очень довольны Мы находим Потрясающих авторов Вообще Эта история Такая для души И мне нравится Но это не отнимает У меня радио А у вас аудитории Пересекаются Он вообще Кто в ваш Слушать Или ваш читатель То есть Вы апеллируете К какому-то идеалу Думающему Читающему Мы апеллируем Значит радио Это знаете Такое медиа Когда вот Любой человек Может включить кнопку Случайную И попасть на волне Он может попасть На передачу о здоровье И остаться На всю жизнь На радио А может с передачи о здоровье Уйти Это вещи индивидуальные Поэтому радио Это некий такой супермаркет Где каждый может Не обязательно все покупать Ты зашел Вот в уголочек Купил себе Там я знаю Кружечку И ушел Слушаешь 4 минуты в неделю Передачу 4 минуты с театром И все И это значит Ты слушаешь Эхо Москвы Поэтому мы делаем Его разнообразнее Разнообразнее Ты вегетарианец Вот твой уголочек Ты любишь мясо с кровью Вот твой уголочек Ты там антиалкоголик Вот твоя водичка Ты алкоголик Вот твой джин Это собственно В этом смысл Радио как супермаркета Поэтому аудитория Разная Она фрагментированная Но я могу сказать Что у нас Фантастический индекс Соответственно То есть имеется ввиду Больше чем в среднем По городу Индекс военных пенсионеров 45 плюс Военных Почему Бывшие военные Слушают офицеры Как правило Слушают эхо Москвы Ахреново Скучают по политинформации Если бы была политинформация А там же дискуссии Там же не ать Два Там же наоборот Разные сигналы Нет Вот это же интересно Или например У нас полный провал По студентам Но огромный индекс По школьникам Почему студенты проваливаются Ну они музыкалку слушают Понятно Ну а школьники Что у нас слушают И так далее И так далее Значит надо создавать Образовательные переданы Ну и дальше ты выстраиваешь Эту историю Поэтому у нас Очень все сегментировано Это специально Это специально Я изучаю этот вопрос Для этого есть главный редактор У нас здесь комментарий От телезрителя По поводу того Что неинтересно Региональной политикой Заниматься Полозова Пишет в 2008 году В Нижнем Тагиле Была борьба между кандидатами От Единой России Из-за того Что партия сделала ставку Не на того В отставку Был отправлен Секретарь областного полицсовета Это сильно ослабило позиции Роселя Через год его ушли Первый из губернаторов Мастодонтов И? Ну вот она говорит о том Что в принципе Это интересно Нет Ну и это ей интересно Потому что она здесь Это я понимаю Это для вас Росель Губернатор Мастодонт А у нас таких Мастодонтов Лужков У нас Мастодонт Шаймиев У нас Мастодонт Муртазар Ахимов У нас Мастодонт Яковлев У нас Мастодонт Я понимаю Что для вас Здесь Росель Все А у нас их много Нет Нет Ошибочка Ну то есть Получается Нам надо Как и делает Эхо Москва В Екатеринбурге Почти весь эфир Закрывается Своими новостями И своей В общем-то Повесткой Ну конечно Я просто считаю Что Если для Жителей Екатеринбурга Светловской области Что-то важно Внутри То оно должно Быть поднятым Почему это нужно Выносить в Москву Я вообще считаю Что чем меньше У вас Москвы Тем лучше И чем у нас Меньше в Москве Ну видимо тоже Тем лучше Если говорить Опять возвращите К радиостанции Вы часто Высказываете Что вхожие К правящим верхам Наверняка С кем-то Я ничего не высказываю Это видите по телевизору Да Ну и вот у нас Тут на экранчике Мы тоже видим И наверняка С кем-то из них Дружите Как на объективную позицию Редактора Это влияет Ну а редактор здесь Причем У меня почти нет эфира У меня вот историческая передача Одна и все А все остальное на заменах Нет Вы иногда садитесь С какими-то очень важными На заменах Да Ну да Это там какой-нибудь Первый вице-премьер Но это влияет плохо Конечно Потому что личные отношения Это вообще плохо Но они же есть Поэтому со своими Как вы выразили С друзьями Я стараюсь в эфир не садиться На это у меня есть Специально обученные Борзые молодые люди Которые впиваются им в пятки А я-то чего Я ничего Я сижу у себя И пью чай А вот за борзых молодых Вам когда последний раз Приходилось извиняться Вчера Вчера Каждый день Ну извиняться Это не то слово Но объясняться Слово точно Ну к примеру Это какая ситуация была Не буду к примеру Я вам говорить Ничего Но у вас очень Такие есть Ярые утренние эфиры Да За утренние эфиры Приходилось Да Вот они звонят Всем подряд А это моя работа Я за это получаю зарплату Больше их Пью бесплатное молоко И никому не надо И никому не надо знать имен В этом смысле В смысле тех Кто требует разборок Я хочу отметить Что за все время Своего главного ряда Хвоста 15 лет Я по просьбе Мышестающих товарищей Не уволил ни одного журналиста Ни одного И не снялся эфира А было много просьб Особенно в начале Конечно Я еще такой Может дилетантский вопрос Почему в повестке Мне нравится слово Дилетант Она читает наш журнал Да Почему всегда В повестке Дня эха Москвы Очень такие Ну когда включаешь Вашу радиостанцию Всегда кажется Все плохо В стране Нет никаких Таких позитивных Не то чтобы позитивных Но новостей Которые бы показали Что можно как-то быть И делать что-то иначе Всегда все плохо Наоборот Как раз предлагается Найхи Москвы Разными гостями Альтернативные Вы модерируете Постоянно какую-то тему Вам звонят Слушатели Которые совсем всегда Согласны И просто высказывают Ну и у нас нет модерации У нас нет модерации Мы не можем ее модерировать У нас просто нет Инструмента модерации Поэтому это не так Речь идет вот о чем Если я правильно понял Ваш вопрос Мне кажется Что медиа Должно всегда Планировать власти Всегда Даже государственные медиа Почему Потому что Власть В отличие от оппозиции Принимает решение За вас и для вас Ну Тарифы поднимает Да Там мир заключает Военную объявляет Не важно Принимает решение Значит Это будет отражаться на нас Значит задача Ужналистов Исследовать эти решения На предмет Слабости этих решений Где Какие дырки Потому что Если там останутся дырки В эти дырки попадут Живые люди В этих законах В этих заявлениях И так далее Поэтому задача медиа Хорошо не оппонировать Исследовать Изламывать Решение заявления Представителей властей На предмет Обнаружения Недостаточности Слабости Ошибочности И ошибки власти Дорого обходятся Просто людям Поэтому Я считаю Что позиция правильная А вас слушает власть Ну то есть Вот известно же Отношение к Эхо Москвы Пусть они будут Тем более в Газпроме Пусть люди пар выпускают Убеждаются в своем Я не знаю У меня другие Сведения о том Почему Эхо Москвы существует Но пусть будут такие То есть не для выпуска пара Какой пара О чем вы говорите Скорее нас Обвиняли бы Только что Вы нас обвинили В нагнетании пара А теперь он говорит Вы договоритесь Нагнетание или выпуск Это все таки Разные процессы Мы вас Об этом и речь Они там тоже не могут Я абсолютно точно знаю Что очень многие люди Которые принимают решения Назовем их так Они не просто слушают Эхо У меня тут недавно был Совершенно замечательный разговор С одним из высоких чиновников На Старой площади Который начал мне выговаривать Что ты Я говорю Послушай Я говорю Ну тебе там что-нибудь Выписали Распечатали Вырезали кусочек Показали Ты же не слушаешь Эхо Тебе приносят распечатать Тебе некогда У тебя там сирена По сопровождению Говорит да И начал цитировать рекламу Значит слушай Реклама в распечатках нет А зачем вы ходили на Старую площадь А я часто хожу на Старую площадь Я часто встречаюсь с людьми Принимающими решения Как во власть Так и во позиции Мне же надо понимать Почему они это делают Самое главное Это понятие мотивировки Да Самое главное Вот принимают Сейчас пошел первый закон О гарантиях чувств верующих Или об оскорблении чувств верующих Но это безумие Я ровно вчера об этом говорил Представьте себе На секундочку Что теперь запретить Хиджабы в школах То что было сделано В Старопольском крае Потому что школа светская Будет нельзя Потому что это оскорбление чувств верующих Не было закона А теперь Сейчас будет запрещено Скажем Людей разговаривать Когда они на молитву на улице Собираются И перекрывают улицу Это оскорбление чувств верующих Это будет подведено Вы вообще думаете Что вы делаете Что вы там пишете Это Да Слушай А я вот как-то об этом Как-то Посланник от народа До властей получается Я посланник от своего сына Моему сыну здесь жить и учиться И я вот столкнулся с тем Например Что когда были приняты решения О преподавании основ религии в школе Там у него Как в Москве Очень много татар У него много друзей Вот Татар Вы представляете себе Что они в классе Начинают расходиться На разные В разные уроки Да Эти учат про себя любимых А этот учит про себя любимого Вы чего я говорю Надо наоборот Чтобы эти знали про этих А эти знали про этих Все наоборот Чтобы они не пугались И не смеялись друг на друга Я посланник только от своего сына И в этом смысле Я просто представляю Как бывший школьный учитель Наверное Какие последствия Это может иметь На бытовом уровне Все равно все эти законы Были приняты Вы знаете Вот история С преподаванием религии в школе Может быть вы не обратили внимание Что было принято решение После многих криков Что в конце каждого учебника По каждой религии Будут сделаны еще несколько параграфов По основным религиям По остальным религиям Вряд ли их подчитать Ну и там можно выбрать Общий модуль Да Так вы знаете Что в По-моему в Санкт-Петербурге Что-то порядка 78% Выбрали общий модуль Вот Об этом и речь Это что Вопрос с сайта Про сегментацию аудитории На эхо У вас есть радио ТВ Трансляции в интернете Как распределена аудитория В каком смысле? Ну вот спрашивают у нас Ну смотрите Я попробую Я попробую Смотрите Но это где-то 400 тысяч Уникальных пользователей Ежедневно Вот вам я привел Примеры Да То есть у нас сайты уже Но это не Москва Это уже Сайт этот отовсюду Тем не менее Мы видим Как интернет догоняет Телевидение не знаю Пока плохо Думаю что у всех плохо Потому что Не знаю почему Потому что интернет Телевидение Еще не обрело Своего зрителя В этой связи Считаю что У дождя Который мы здесь говорили Если он не изменится Нет будущего Почему? Ну потому что Смотреть дождь А уже в кабель тоже В принципе Слушайте Ну вот понимаете Вы представьте себе Человек который может В любое время Взять передачу Собчак живьем Да С сайта И посмотреть Почему он должен сидеть И специально ждать Какого-то времени Когда появится Ксения Собчак Мы занятые люди Мы все да Почему мы должны Там в 23 Там условно По вторникам Садиться Нет Я не могу в 23 По вторникам Садиться Я в театре Или я на работе Но в 23 47 я пришел Взял запись И поставил Вот история Вот что происходит А перед телевидером Я должен сидеть Да И вот эта самая Молодая аудитория О которой вы говорите Она не будет сидеть Перед экраном Тупо Ожидая времени Для них выкладывают В общем-то Совершенно верно Значит это интернет Да Значит это не интернет Телевидение Чем А вот ваша Которая аудитория Подросла Нет Они как раз таки Смотрят Телевизор Нет Я по собственным Исследованиям Ориентирую Нет Значит нет История заключается В том Самом главном Что интернет Является интерактивным И не понимать Это значит Идти тупо По 20 веку Значит интернет Телевидение Не может копировать Просто телевидение Ну взяли С экрана большого Перенесли на экран Маленький Это ошибка Но как сделать Его интерактивным Реально А не просто там График построить Или голосование провести Это большой вопрос Этого никто не умеет Я в всех случаях Что-то не видел Ни на американских каналах Ни на нас Но проблема понятная Нужно сделать интернет Телевидение Которое не привязано Ко времени Которое является интерактивным Еще индивидуальным К тому же Потому что Это индивидуализация Надо собирать свою программу Вот над чем надо работать А не просто тупо копировать И из студии передавать Куда-то Как делаем мы Это я про себя Это я не про вас Я не про дождь Я про себя Мы просто Мы про всех На самом деле Я-то над этим думаю Давайте напоследок Поговорим про человека Который захватил власть В конце 90-х Сидит, не отдает Проходит все выборы И непонятно Когда его сковырнут То есть про вас У вас же выбирают Главного редактора Когда были последние выборы И каков внутренний рейтинг Когда вас перестанут Поддерживать ваш коллектив Отвечу Последние выборы У нас были Сейчас Если в следующем году У меня выбор В 2011 году Я получил Порядка 80% голосов А меня сковырнут Тогда Когда Либо я перестану Платить зарплату Которую Они считают Справедливым Либо когда Я прогнусь И не буду проводить Независимую редакционную Политику Либо когда Появится Новый человек Который предложит Альтернативную Эху Повестку дня Эху Эху Предложит Альтернативную Повестку дня А как у нас Предложить Сейчас Если Ваш сотрудник Или заместитель Вы эту повестку Перехватываете Нет Смотрите У нас Сейчас Выборы Каждые 3 года Любые 5 журналистов Любые 5 журналистов Могут выдвинуть Кандидатуру На пост Главного редактора Любого человека Если он согласен Если там Президент Ассад Согласен То его можно выдвинуть Если Путин согласен А если Владимир Соловьев Согласен Его можно выдвинуть После чего Собираются Все наши 116 журналистов У нас 116 Каждый излагает То как он видит Развитие радио На 3 года вперед Каждый кандидат По идее После чего Абсолютно тайное голосование Считают независимые счетчики Все Пожалуйста Никто не может предложить Почему Потому что радио успешное Радио каждый год поднимается Как в бизнесе Так и в рейтинге Это все считанные позиции Но предложи другое Только ты его уронишь И я готов с этим спорить Предложи У меня нет никаких проблем с этим Я выиграю любой спор Потому что Я это радио построил руками Придет время Наверное Появится человек Который меня снесет Welcome Не вижу А вы сами когда хотите Приемственности вы не готовите Нет Я не готовлю к приемственности Потому что Конечно Если говорить честно То в принципе Радиостанции Да и газеты Не знаю как телеканалы Носят отпечаток Личности главного редактора Это мой темперамент в радио Это мое образование в радио И придет любой человек Даже вот Сережа Бунтман Который со мной 22 года И который начинал это радио до меня У него другой темперамент Другие интересы Другая скорость мышления Да Он изменит это радио Абсолютно очевидно Это не будет уже То эхо Москвы Которое вы знаете Может быть лучше Может быть хуже Но оно будет другое Если все готовы к другому Ну попробуйте Хорошо Сами вы когда готовы Оставить этот пост И чем будете заниматься после Ну вот Владимир Владимирович Путин хочет Все таки Правом заняться Юристом Знаете Про Владимирович Однажды он На встрече главных редакторов Там что-то тоже была Какая-то очередная дискуссия Он посмотрел на меня И сказал Слушай Ты думаешь Что ты вечно будешь Сидеть На эхе Москвы Потом оглянулся Налево-направо Понял что он дал команду ФАС таким образом Ну понятно да Сказал Ну и я тоже не всегда буду Вот и я Я говорю Хорошо Владимир Владимирович Уйдем вместе Сказал я В двадцать четвертом году В двадцать четвертом году А там обратная связь действует То есть если вы пораньше уйдете Это может быть В двадцать четвертом году То есть вы договорились На определенный срок И мы сейчас можем Можете Вы все можете У нас есть звонок В студию Надеемся это звонит куратор Алло здравствуйте Алло Здравствуйте Да как вас зовут Меня Нуржан меня зовут Как как Нуржан У меня вопрос К Венедиктову Вот Задавайте У нас Артюх Он как бы местный Но он И Наблюдающий От президента Так вот Он тут недавно Выступал И такую ерунду Буровил Что вот Вы знаете Это бывает Когда выступающие Это бывает Я отвечаю Спасибо Когда выступающие От президента Говорят ерунду Более того Могу вам сказать Что я иногда Говорю ерунду Наверное Президент Иногда Говорит ерунду Это обычная история Да и вы сейчас В общем ерунду Сказали Это жизнь Мы хотели еще Поздравить вас С одним праздником Который сегодня Сами понимаете День космонавтики У нас все это время В студии работает художник Слава ПТРК Слава Ну как Удалось вам За два эфира Закончить вашу работу Или еще нет Так А давайте мы дадим вам Микрофон Вот Вы можете его взять Понимаешь Что еще работа Кипит И в общем Слава Не до нас Видимо еще один Будет эфир С этой картиной Ну я думаю На самом деле Что все Да Коротко и ясно Ну скажите Поехали что ли Во первых Поехали Поехали Хочется полететь Поехали Ну вот И на этой Прекрасной Слове Поехали Мы будем прощаться И вас ждет Впереди сюжет Про Белую башню Новая серия Спасибо Алексей Алексеевич